Музыка Нам поступило предложение от организации РАДСОП провести данное мероприятие спортивное на базе нашего комплекса, что импонирует сотрудничество с такими организациями. Наш спортивный комплекс позиционируется в основном направлении функциональный тренинг. В принципе, она похожа на кроссфит. Чем она отличается? Здесь практически отсутствует травматизм, более широкая гамма упражнений, где прорабатываются не только наружные, но и качественно прорабатываются внутренние мышцы организма, где развиваются намного эффективнее. Рады всех видеть у нас в гостях. У нас сегодня дебют таких мероприятий. Впоследствии мы думаем, что будем проводить их намного чаще, разного формата, разных направлений. А сейчас мы хотим провести по нашему направлению функциональный тренинг. Сначала на территории, как бы охватить Харькова, потом всей области и развиваться в этом направлении. Сегодня в Харькове проходит всеукраинский турнир по подъему штанги на бицепс, становой тяги и многоповторному жиму Rough Power 2018. Это традиционный турнир для этого времени года. Уже в четвертый раз в июне проходят подобные турниры. И, как всегда, собирается большое количество спортсменов, зрителей. В этом году стоит отметить очень высокие показатели. В многоповторном жиме, в становой тяге обновлены национальные рекорды, установлены all-time рекорды федерации. В становой тяге Кривоконья Владислав установил all-time рекорд в становой тяге 352,5 кг. Также стоит отметить, что Химич Юру попал в многоповторном жиме, установил новый рекорд Украины в весовой категории до 90 кг, выжав свой собственный вес 92 раза. Этот турнир является завершением спортивного года. Дальше, как правило, у спортсменов наступает двухмесячный отдых. И уже начиная с октября у нас очень плотный календарь стартов. Это октябрь, ноябрь, декабрь. Всеукраинский турнир и чемпионат Украины в декабре этого года по троеборью и жиму лежа. В 1967 году на экраны Советского Союза вышел хороший кинофильм производства ДФГДР «Сыновья Большой Медведь», где в главной роли играл югославский актер Гойко Митич с красивейшим телосложением. Вот этот человек во мне переменил все, поставил практически меня с ног на голову. И отошел от хоккея, отошел от футбола, отошел от плавания. Начал заниматься строительством тела. Это было не то, что сегодня. Сегодня все доступно. Когда даже упражнений, которые надо выполнять, мы толком не знали. Все было подпольно. Являюсь чемпионом МЧС 1998 года и чемпионом Украины по ветеранам 2000-2001 года. И тут меня пригласили выступить в 2014 году на соревнованиях по жиму лета. Я выступил, занял второе место. По битву занял первый, выполнил интернетом мастера спорта в возрасте 59 лет. А на следующий год 60 лет я выполнил норматив мастера спорта в Украине по пауэрлифтинг при подъеме штанги на пиццов. Очень благодарен, которому Виталий Чутиченко, что есть такой человек. Пожелаю ему здоровья, здоровья и, конечно, успехов в спорте. Если бы не он, я бы здесь не был. Занимаюсь пауэрлифтингом уже три года. Выступать начала полтора года назад на соревнованиях. Начала выступать, потому что захотелось показать свои результаты, которые у меня вроде как хорошо начало получаться все в зале. Захотелось выйти, выступить. Сегодня выступала в многоповторном жиме. Жала половину своего веса, 32,5 килограмма. Пожала на 109 повторений. Установила новый рекорд Украины в категории дожительности 7,5 килограмм. Собираюсь также дальше выступать в многоповторном жиме и устанавливать новые рекорды. Хочу пожелать всем спортсменам спортивного долголетия, высоких результатов, поменьше травм, побольше результатов и чтобы эти два месяца отдыха не прошли бесследно и уже с сентября с новыми силами все вступили в бой. Субтитры сделал DimaTorzok